Девушки отдыхают 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 Володя, перестань. Володя, уходи. Все, все. Все, все, все. Сева. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Мамуль, там по два кило сахара давали. Как мы с Нинкой, так и в очередь выстыли. Повестку прислали. Отцу и Мишу. На фронт. Мамочка, ты не волнуйся. Ты вот увидишь. Они победят фашистов и вернутся. Как мы теперь жить будем? На что? Я работать пойду. Проживем. Еще чего. Ты учиться должна. Я работать сама могу. Только надо придумать, как с Петей быть. Иди. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А Сева дома? Саня, Таня. Здравствуйте. Инна. Мне нужен Сева. Здравствуйте. Не тороплюсь. Нам к Кате нужно бежать. Ой, нет. Мы завтра уезжаем. Ему надо рано вставать. Сева, Катиного отца на фронт забирают. Как? Петра Михайловича? Да. Когда? Завтра утром. Мама, я скоро. Миша, ну что ты нервничаешь, а? Ну ладно, беги уже, а? Беги. Прощайтесь по-человечески. Ладно, как хотите. Ну беги. Не задерживайся. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. В районе Луцка немцы прорвали обороты. Я слышу. Гаяния. Гаяния. Ну, эх, ты чего, Аня? Ну, пища развела Селес. Ну, 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 ну. Пока вроде все жилы. Чего ты? На Минском и Слуцком направлениях наши войска задерживают продвижение основных сил противника, нанося им большое поражение. Ура! Ура! За это и выпьем. Ура! Давай. Девушки отдыхают. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? А, Катя здесь живет? Есть такая. Да вы, молодой человек, проходите. У них сегодня проводы. Отца с Мишей на фронт провожают. Заходите. Ладно, я потом лучше зайду. До свидания. До свидания. Николай Иванович, вас папа зовет. Тебя только что спрашивал молодой человек, а войти не решился. Какой? Первый раз видел. Паша! Проститься пришел. Я все знаю, ты на фронт уходишь. Катя. Молчи. А хочешь, я буду ждать тебя? Нет, Катя. Катя, подожди. Понимаешь, меня не взяли. Сказали, по возрасту не подхожу. Сказали, через год приходи. Пойми, если я не ухожу на фронт сейчас, это не значит, что я не уйду потом. Понимаешь? Катя. Да катись ты куда хочешь. Катя. Паша, я хотела тебе сказать, мы теперь будем работать на заводе в две смены, так что ты меня завтра не жди. А я в военкомате сегодня был. Что? Ничего, сказали ждать, когда восемнадцать исполнится. Понятно. Паша, а тебя не просили ничего заполнять в военкомате? Ну, анкету-то... Нет. Я же говорю, даже слушать не стали. А почему ты спрашиваешь? Не знаю. Ну, просто одно дело на работу устроиться, а другое дело военкомат. Там же придется написать о своих родителях. Правду. А что? Не знаю, Паша, не знаю. Я очень боюсь. Не забирайте, не от кого прятаться. Ой. Ой, Мишка, ой, Мишка. Сегодня-то мог и дома переночевать. Так. Ну, все, кажется. Ладно, мать, не борчи. Эх, жаль, вот табачок закончился. Я знал бы, приберег. Ну, вот, вроде вся семья в сборе. Мишка, ну, где ты пропадаешь, а? Ну, присти, не мог раньше. Мы же тебя заждались совсем. Ну, присядь, Михаил. Посидим. На дорожку. Права, Ванька. Ты моя самая красивая. Ну, ладно. Длинные проводы лишние серьезы. Надо двигаться. Раньше придем, там и прощаться будем. Ладно. Чемодан не заводь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Мам, уйдите, я вас догоню. Катюша, не задерживайся. В общем, так, Алексей. Нянек нету. Понял. Воды надо привезти. Воды и принес. Дров на колозе, трава на колозе. Все, сам. Алексеич, Алексеич. Да? Помоги, девчонки, я очередь тебя прошу. А что взамен-то? Вот, материя очень хорошая, английская. Красивая. Вот ты елки. Алеш, Алеш. Алеш, что Катька говорила, куда она пошла? Не знаю, сказала, скоро догонят. Ну, что же это такое? Ну, куда она запропастилась, а? Да прибежит. Видимо, дело важное. Бахорка хорошая, больше трех стаканов не дам. Да-да, хорошо, только быстрей. Ну, наконец-то. КОНЕЦ Даня! Даня! Мишка! Все, ледя не рассыпь. Спасибо, дяденька Форкина. Счастливо. Сестра, это Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Сергеевна, очень приятно. Здравствуй, Татьяна. Ну вот, хотели познакомиться, как положено, получилось. Ну ничего, закончится война, такую свадьбу отгрохнувши. Мало не покажется. Ну что, Пётр Петрович, когда я вернусь, ты меня, наверное, не узнаешь, а? Пиши мне, Танюша. Пиши, береги. Давай, Алексей, какой тяжелый. Пиши мне. Все. Давай, Радюшка. Радюшка, Катюха вернется? Смотри, чтоб не расстраивалась. Помаши, папа. Ты надолго расстаешься. Помаши. Татьяна, до свидания. Ага. Все. Пиши. Только мы не попрощались. Ну почему? Вау, ну почему? Катюша, где ты была? Папа так хотел попрощаться с тобой. Я у тебя потерю стащила. Макурку выменила. Хотела, чтобы папке и Мишке было. Я опоздала. Ну почему? Ну все, 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 все. Не реви. Не реви. Ты все правильно сделала, Катюша. Все. Молодец. Вот, мужики наши вернутся с войны. А у нас уже подарок готов. А, Катюш? О, Алешка, ты куда? Петя спит. Катя на кухне. Я на улицу. Со двора не шагу. Молодец. Давай, беги. Так. Посмотри, чай принесла. Ой, бедная моя доченька, ты все руки уж терла. Да нет, ерунда. Ой, Алешка. Что-то забыл, наверное. Мама, это Нинка, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Кате. Проходите, пожалуйста. Катюша, к тебе пришли. А со двора нашего уже многих забрали. Рыжий ушел. А мне ждать сказали. Да чего ты так на фронт рвешься? Сам говоришь, на заводе дел полно. Так война. Сейчас главное победить. Ну да. Без тебя никак. Кать, что ты все время злишься? Я злюсь? Да мне все равно. Нет, Кать. Тебе не все равно. Нам обоим не все равно. Ты не ходи больше в военкомат. Пожалуйста. Ну и как ее зовут? Пашка. Пашка, значит. Хороший. Хороший. Самый лучший. Ты пей, пей чай, пока горячий. Ань, тебе с детьми надо эвакуироваться. Ну я же вижу, как трудно вам. Ну а дальше что будет? Завод уже почти весь эвакуировали. Людей вывезли. Две партии осталось отправить. Своих я с последней партией отправляю. А ты? Ну, короче говоря, нам нужно закончить одну работу. Очень важную. Останавливать ее нельзя. Боевременно у нас нет. Анечка, надо уезжать. Да ты пойми, это единственный выход. Не поеду я. Ну, Петенька часто болеет. Я боюсь. Ну, чем в дороге лечить буду? Да и Катька не поедет. Да и Петра с Михаилом здесь подручнее ждать. Ну, мало ли. Они же сюда вернутся. Ну, хоть Алешку с моими отправить. Ну, все легче будет. Ну, конечно. Алешку. Ну, да, наверное, ты прав. Да. Да, Вань. Наверное. Да? Войдите. Здрасте. Здравствуйте. Я Катя. Очень приятно. А Паша дома? Нет. Паши нет, но... Проходите, пожалуйста. Я Пашина тетя. Тетя Лера. Проходите. Это мои вещи. Паша не едет со мной. Я теперь понимаю, почему. Вы у меня что-то хотели спросить, Кать? Ага. Я... Вот по какому делу к вам. Да? Тетя Вера. Скажите, когда у Пашки день рождения? Это ничего не изменит. Если он что-то задумал... Все равно. Я просто должна знать. В июне. Седьмого. На заводе бы ему дали бронь. Но он весь у отца. А это Пашины родители? Угу. А где они сейчас? Что с ним? Это ему Паша сам расскажет. Когда сочтет нужным. Водитель. А где они? О, Джей. О, Джей. Когда сочтет нужным. Водитель. Это будет. Водитель. Эмит. Водитель. 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 Катя, привезь, пожалуйста. У меня к тебе очень важное дело. Катя, ну пожалуйста. Ну ты не тяни. У меня еще вон кухня, а скоро мама с Петькой придет. Понимаешь, просто мы скоро уезжаем, вот, завод отца эвакуирует. Нина, ты не тяни кота за хвост, я знаю, что вы скоро уезжаете. В общем, ты должна мне понять. Сева, он ведь, он ведь, он до сих пор на даче. Нинка, Катя, не перебивай меня. В общем, я боюсь, что мы с ним больше не увидимся, поэтому... На, передай. Руки вытри. Только, пожалуйста, передай. Обязательно передам. Ну вот и все. Береги себя. Тетя Вера, Катя у вас про родителей спрашивала что-нибудь. Фотографию разглядывала. Уже рассказали? Нет, конечно. Но тебе лучше рассказать сама. Хуже будет, если кто другой. Расскажи. Ну все. Ладно, прощай. До свидания. Новикова! Иди домой. Дежурство уже давно кончилось. А сколько... Ой, что ж ты я? Да там он, не переживай. Видела вон его? Стоит около входа, мнется за углом. Я тут почти уже все сделала. Давай, давай, давай. Лучше чуть-чуть осталось. Иди, иди. Пашка, а ты что решил? На завод пойдешь? Ну а как же еще-то? Нас автомехаников двое осталось. Завод эвакуируют. Твоя тетка захочет, чтоб ты к ней поехал. Я сам разберусь. Завод эвакуируют. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Привет! Мы утром только приехали. А ты Катю видела? Катя? Катя в госпитале работает. А я уезжаю скоро. Далеко. Слушай, а Катя, когда можно приходить? Ух ты, ух ты! Это ты на даче написал? Ну да. Красиво. Тебе нравится? Ты знаешь, прям как в музее, даже лучше. Серьезно? А ты гений. Ребята, пойдемте завтракать. Ой, не могу. Ниночка. Да, вы будете с нами завтракать. Сева, уговаривай. Оставайся. Ну ладно. Давай только все красиво развесим. Хорошо. Вот это куда? Давай. Давай вот это вот сюда. Так, а ну-ка поешь. Мам, я не хочу. Так, быстро поешь. Голодно, я тебя никуда не отпущу. Мама Лешке больше достанет. Поешь. Нормально с чаем. Возьми еще одну. Мне хватит. Ой, тихо, тихо, тихо. Ну возьми картошку-то. Не съела же ничего. Засчет работы не переживай. Я о двойном бежушке договорилась. Возьми с собой. Мам, не хочу. Я побежала. Ну что ж ты совсем голодная-то пошла? Скоро продавать будет нечего. Алешка, ты смотри, Катя не говори, что мы вещи ходим в Мазар продавать. Понял? Да. Надо было тебе меня раньше родить. Чтоб я тоже работать мог. Здрасте, приехали. А кто бы мне помогал? А? Ты же у меня главный. В доме. Кто бы с Петенькой занимался, а? Алеша, значит так, порежешь картошку и бросишь в воду, когда закипит. Понял? Да ну все. Я побежала. Закрой за мной дверь. Да. Сметанку, сметанку берем. Порубь. Это вы попробуйте. Потому что вы подожди. А это у вас подъемка. Тетя, тетя. Ой, хорошие яблочки. Что так хочется? Сметанку, сметанку берем. Давайте, подходите. Свежая. Подходите. Здрасте, Марсиевна. Здрасте. Красиво. Берите, вам идет. Я бы взяла. А вы печаток не возьмете? Ну, муж рвгаться будет. Да вы что? Конечно, товарищ Барсаков большой начальник. Но даже он не смеет ругать такую красавицу, как вы. А вы пиджачок не посмотрите? Соседка ваша? Да какая она мне соседка? Просто так в одном дворе живем. Странно, а что она здесь делает? Вещи продаете? Ну, одна здесь не осталась. Кормить надо. Кормильцы-то все на фронте. Вот, она, Анна, и выкручивается. Сначала она рожает. Так от большой любви всегда дети родятся. Что ж тут удивительного? А с пеклянками на рынке тоже от большой любви становятся. Не у всех мужья за чужой счет жаруют. Потому что у хороших жен мужья многого добиваются. Хорошие жены за чужими мужьями не таскаются. Гадина. Катя, раненых привезли. Отведи их на свой пост, потом разберемся. Давайте, проходите. Носилки! Идите за мной. Проносите, проносите сюда. Сюда, сюда, проходите. Куда? Повыше. Куда вы несете? Раненых привезли. Я вижу, что нездоровых. Размещать где прикажете? Федор Сергеевич, ну куда их девать? В новый госпиталь на соседней улице. Скажите водителю, пусть увозят. Машина уехала. Что с ними делать? Размещайте. Куда? В кабинет ко мне, некуда больше. Давайте, давайте поживее. Проходите. Быстрее, быстрее. Быстрее, вторые. Пошли, пошли, пошли. Ну что, я пошла? Пока. А пойдем к нам чай пить? Не могу, меня на работе ждут. На работе. Ой, что это у тебя? Хотелось бы узнать, как там Таня. Заходит ли к вам? Я ей написала, чтоб не стеснялась. Заходила. Она обязательно тебе понравится. Видишь, ну, хорошо, что зашла. Анна Сергеевна, а после этого было еще что-нибудь? Нет. Вот и я больше месяца ничего не получала. Что ж ты, ну, Таня, ну, это же война. Письма долго идут. Спасибо вам, Анна Сергеевна. Пойду я? Ты заходи к нам. Хорошо. Что такое, Танечка? Что такое? Ничего, ничего. Что? Сейчас, сейчас, сейчас. Что? Присядь, сейчас. Присядь. Что? Да голова че-то так немножко. Ничего, ничего, пройдет. А Миша знает? Я написала. Алеша, посмотри, что там с Петей. Танюша. Ну? Анна Сергеевна, я боюсь. Война ведь. А чего война? Ну и что ж это война? А, подумаешь, что ж она нам любить, что ли, запретит? Ты думаешь, им там не страшно? Каждый день в глаза смерти глядеть. Вернуться, кто их отогреет, а? Нет, Анюшенька, нам с тобой бояться некогда. Вот Гитлер нам войну, а мы ему любить будем и рожать будем, поняла? Да, все, и даже не думай. Хорошо. И придет письмо, ты, главное, верь. Привет, Алеша, Катька дома? Нет, она спит. Алеша, мне очень надо, пусти. Говорю же, спит, и нам вечером заберут. Ты не понимаешь, у меня срочное дело. Ну пусти ты. Кать, Катя, Кать, Кать, не надо. Там Витька проснулся, иди, 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 иди. Кать, Кать, проснись, Кать. Кать, Нилка, ты что здесь? Кать, Сева приехал. О, молодец. Письмо давай, письмо. Кать, письмо давай. Письмо? Ну, сейчас. Кать. Ты талантливый, умный, образованный, в общем же, взрослый парень. Перед тобой всегда будут открыты все дороги. Тысячи дорог. Война, в конце концов, когда-нибудь кончится. Да ты сядь, сядь. Я же не отчитываю тебя. А искренне хочу, чтобы ты меня понял. И вот именно в это самое время мы не должны, просто не можем позволить себе расслабляться. Ты должен продолжать заниматься. А что может дать тебе общение с людьми, которые не стоят твоего мизинца? Да-да, не стоят. Разве не унизительно то, что в то время, когда ты рисуешь Катины портреты, она крутит роман с другим? Сева, куда ты собрался? Катя. 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 Пашка! Ой, Севка! Ты где пропадал? Здравствуй, Кать, это тебе. А что это? Ну, сама увидишь. Мальчики, проходите. Ничего себе. Севка, ты это сам? Паш, гляди! Паш! Слушай меня, Сидор. Да, Иван Савченко. Через 10 минут, чтобы машины были здесь. Хорошо. Если мы задержим отправку, я тебя своими собственными руками. Ты меня понял? Понял. Выполняй. Петька! Здравствуйте, товарищ Гордеев. Здравствуйте, товарищ Гордеев. Здравствуйте. Ваш состав подадут на четвертый путь, а сюда подходит эшелон с ранеными. Подождите, как на четвертый? Ну, а что же вы молчали? Сидоров! Да! Сидоров! А вы на третий путь! Хорошо! Давайте быстрее, быстрее, быстрее! Эшелон попал под бомбежку. Связь плохая, вы... Я понимаю. Но и вы понимаете, что будет, если мы задержим отправку. Я отвечаю за то, что вовремя был подан и отправлен состав. Вы отвечаете за разгрузку и погрузку. Я, конечно, готов содействовать. Эвакуации завода, я же понимаю. Но состав будет стоять на четвертом пути. Там есть свободный доступ, подъезды, санитарный поезд. Ну, хорошо, хорошо. Тогда покажите, куда подгонять машину. Так, пойдемте, пойдемте. Здравствуйте, Александр Иванович. Только ты мне обещаешь, что следующий портрет будет ее? Ты понимаешь, я не знаю, каким он должен быть. Ну, ты же Нинку знаешь. Вот я не вижу ее портрет. Вот твой портрет я увидел. Значит, надо смотреть внимательно. Пойдем. Куда? Как куда? Нинку рисовать? Ну, подожди. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ну, я же не успею, они скоро уезжают. Сев, тем более надо. Нина, не вертись. Ну, можно я хоть одним глазком посмотрю? Я так не смогу закончить портрет. Нина, сядь. Ой, это что, я буду с одним глазом? Ну, не смеши. Ну, почему? Смех продлевает жизнь. Ты хочешь, чтобы я закончил портрет? Очень. Тогда сиди ровно. Сделай что-нибудь. Повлияй на Севу. Ну, зачем он ходит к этой Кате? Что общего он может иметь с этой семьей? Машечка, я говорил вам сто раз. Сто раз. Уезжайте вместе с Севой. Как можно дальше уезжайте. Ну, что ты заладил? Я не об этом. Твой сын, между прочим, связался с дочкой спекулянтки. Я сама видела. Каждый день она ходит на рынок с новыми вещами. Она же нигде не работает. Откуда у нее не новые вещи? Это может отразиться плохо на твоей работе. Я-то что могу сделать в этой ситуации? Ну, что ты от меня хочешь? Ты должен что-то предпринять. Ты? Ты должен написать письмо прокурору. Может и. Может и. Я подумаю. Я-то не знаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Мам! А? Что-то случилось, сыночек? Какая же ты вся-таки у меня красивая. Сыночек, ты у нас теперь в семье самый главный. Ну, а как же? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...